С 2018 года открытое акционерное общество «Брестмаш», которое входит в состав холдинга «Белавтомаз», реализует уникальный проект – сборку малотоннажной автомобильной техники. Сегодня уже сошло с конвейера, и главное, реализовано более 150 автомобилей брестской сборки. Комплектующие поставляет Минский автомобильный завод, значительная часть из которых закупается у крупного китайского производителя Як-Моторс. Кузов спроектирован его итальянским филиалом. Над некоторыми элементами внутренней отделки потрудились японцы. Но уже активно внедряются детали и элементы, которые сделаны на территории Республики Беларусь. И это только начало большого пути, ведь «Брестмаш» держит курс на стопроцентный переход к комплектующим отечественного производителя из стран Еврозес. На сегодняшний день, ко всем тем направлениям, которым занималось предприятие, добавилась еще автомобильная сборка. Вот этого ни в городе Бресте, ни в Брестской области нет. Стоит задача генеральным директорам поставленная и Минпромам – это локализация производства. То есть постепенный переход на комплектующие, произведенные в Республике Беларусь и в странах Еврозес. «Брестмаш» выпускает две базовых модели малотоннажной техники. Пассажирский вариант на 16 мест и грузовой фургон. Шестиступенчатая коробка передач. Сигнализация, центральный замок, кондиционер и парктроник. Электроприводы зеркал и стекол. И все это входит в базовую комплектацию. Техника не уступает европейским образцам и моделям, а двигатель на 150 лошадиных сил соответствует экологическому стандарту Евро-5. В сборке этих машин «Брестмаш» чувствует себя уверенно. Автомобили востребованы в таком объеме, что цех едва успевает выполнять заказы конечного потребителя. Техника уже узнаваема и успела хорошо зарекомендовать себя отсутствием поломок. Следующий шаг – выпуск модификаций с индивидуальной комплектацией по запросу клиента. Эти автомобили выйдут с конвейера с ВИН-номером нашего Брестского завода. Эти две основные базовые модели, их можно трансформировать далее как угодно. Например, из грузового фургона можно сделать грузопассажирский вариант, можно сделать какой-то специальный автомобиль, равно как и переоборудовав пассажирский вариант, сделать какие-то специальные автомобили, типа скорой помощи, оперативной штабной машины и так далее. Мы на базе грузового автомобиля МАЗ изготавливаем свой первый брестский автомобиль под брендом «Брест МАШ». И основные преимущества его по сравнению с базовой моделью – это отсутствие платы за дороги, то есть нет необходимости оплачивать белтов массы автомобиля до 3,5 тонн и имеет право садиться за руль водитель с категорией «Б». Сборка проходит в обновленном цеху площадью 6 тысяч квадратных метров на мощностях Минского автомобильного завода. Перед сдачей в эксплуатацию автомобили проходят целый ряд технологических этапов. Их более 50, и каждый считается завершенным только после тщательной проверки и сдачи под подпись. Финальным аккордом является обкатка. Последним тестирует технику опытный водитель-испытатель и вносит свое заключение. «Проста в обслуживании, есть все необходимые опции – кондиционер, круиз-контроль, ну и она составит конкуренцию известным мировым производителям». Выпускаемая техника – качественная, и об этом говорят испытания, а также отзывы конечных потребителей. На продукцию «Брестмаша» сформировался устойчивый спрос на внутреннем рынке. Экологичность, комфорт, простота в обслуживании и экономичность на трассе в городе – эти и другие качества автомобилей уже оценили покупатели, среди которых «Брестэнерго», школа конного спорта, а также медучреждения нашего города. Поставляется техника и в другие страны. «На сегодняшний день, по сути, вся техника, которая нами собрана, она уже законтрактована. И на складе, по сути, нет ничего. Я знаю, что реализовано несколько автомобилей в Украину, в Россию, в Казахстан». Сегодня «Брестмаш» с успехом совмещает работу по сборке и модификации автотехники, работает по индивидуальному заказу и готов выполнить запросы самого взыскательного и требовательного покупателя. И такой темп работы – не предел возможностей предприятия. При необходимости мощности завода позволят увеличить выпуск до 2000 единиц техники в год. Над этим сейчас и работают лучшие специалисты.